Всем привет, мои хорошие! С вами я Светлана Ата. И сегодня чистый четверг. Ну, мы все приняли душ с Ашкэмом. И сейчас я его накормила. Всё, сама ещё ничего не завтракала. И занимаюсь цедрой лимон-апельсиновый. Вы видите, хотя вчера всю кухню убрала. Из-за этой цедры кругом пыли полно. Цедры полно. Сейчас покажу, что я делаю с ней. Всем привет! Представляете, забыла вам сказать. Девчонки и мальчишки, делюсь опытом. Начала, значит, вот такие вот шкурочки, да. Я их сейчас уже ломаю меньше размером, вот, да. Такие более-менее тоненькие, которые. Вот эти толстые, вряд ли они... И вот так они уже сухие, я их так измельчу. Потому что я вначале их не измельчила и поставила в этот блендер. Так Ашкэм прибежал от этого шума. И, наверное, вот если бы не карантин, и соседи бы. Здесь, в большом блендере, этого не стоит делать. Вот в маленький, посмотрите. Отлично получается. Я вот так мелко накрошила. Звук такой ужасный, не буду снимать. Но вот такая цедра получается. Ее можно использовать и в выпечку, и в мясо, и в кур. Вот хочу сегодня курочки, куриные эти бедрышки замариновать. Посмотрим, что и как. Ну, в общем, делюсь лайфхак от Светланы. Вот так вот я еще мелко их порезала. Они ломаются в руках, не ножом пыталась. Но в руках они очень хорошо ломаются. Сейчас заполню сюда. Чоппер называют его. И знаете, что это мне подсказала Савченко Милова. Смотрите ее видео, канал обалденный. Какие-то советы такие. Очень полезные. И у нее рецепты малобюджетные. Она из ничего что-то всегда делает. Так вкусно, так интересно. У нее свой майонез есть. Все, она вот как-то вот стыква очень много рецептов. Пожалуйста, зайдите и посмотрите. Вы не подпишитесь на ее канал. Вы не пожалеете. Ну, а я пошла продолжать работать. Тонкие я, значит, перемолола. Помолола. А эти я, знаете, что еще подсушу и положу в баночку. И вот буду летом, когда захочу, в чай ложить. Это прекрасная будет, мне кажется, добавка. Правильно? Вот так вот я решила сейчас. Потому что блендер не справится с очень толстокожей. Они тонко-кожей. Вот можно перемолоть. Я это не буду мучить технику. Когда наступает весна, тепло, у меня хорошо работают мозги насчет правильного питания. Потому что вот сколько времени. Вы видите, сейчас полтретьего. Я еще не кушала. Только выпила сок. Хотя встала 10 часов. Сейчас я, знаете, что сделаю? Я вам покажу. Смотрите, мои хорошие. Я приготовила цедру лимона из апельсиновой кожуры. Сейчас я вот в это не буду промывать. Сделаю себе на 2 раза, может на 3. Такой завтрак, да? Вот творог прессованный. Мой муж купил. Сейчас мы его откроем. Я летом вообще делаю без творога. Вот постоянно с фруктами ставлю в холодильник и пью это. Значит, чуть-чуть я добавлю творога. Видите? Все на глаз делают. Творог, мне муж не любит, вы как поняли. Я хочу паску сделать. Знаете что, сама не знаю, что я хочу. Потому что эту паску он в том году вообще не покушал. Но чуть-чуть поел и все. И я ее 2 месяца или 3 ела и угостила. Турки не понимают они вкус паски. И, ну, я не знаю, с этим бороться невозможно, конечно, и не стоит. Так что я, значит, 2 банана и 2 яблока. Сделаем такое. Мне кажется, намного хватит. И вот я в том году. Очень хороший рецепт у меня в моей паске. Можете посмотреть на моем плейлисте. Самый такой семейный рецепт. Мы с мамой. Вот до сих сейчас позвонила доча. И они с мамой вчера замесили на ночь тесто. И уже мы успекли. Такие красивые вышли. Так что пользуйтесь. Действительно, очень хороший рецепт. Как раз сейчас самое время. И там порция большая. И я так подумала, вот от баночки от гороха. Я не выбросила. У меня 2-3 штуки есть. И вот сейчас, думаю, надо рассчитать как-то порции, да. Чтобы спечь эти паски. Но постепенно перейдем и к этому. Сегодня мне очень много дел. Сейчас овощи. Кабачок, баклажан. Болгарский перец. Поставлю в духовку. Пускай печется. У меня сегодня в планах привести в порядок и спанат по-турецки. Потому что он... Как можно испортиться? И со шпинатом. Со шпинатом. Нищавель шпинат. Приготовлю ашкэму суп. Я сегодня, не знаю. Вот буду на овощах отварное. Курицу себе. Сейчас хочу замариновать. Не знаю. Отварю я ее или поем. В общем, смотрите. Вы сами смотрите на глаз, да, йогурт. Вкусный, свежий. Такой йогурт вообще. Я раньше в Грузии даже не понимала, как можно не сладкий йогурт кушать. Можно добавить для красоты сюда. И к мясу. Вы видели, что я... Мы очень любим ее. Это вытяжка из винограда. Новосока. Представляете? Концентрированная такая. Для сладостей, для цвета красивого. Здесь ее пьют как антивирусное лекарство. Первые годы, когда я приехала, я была склонна к простудным заболеваниям. И мы постоянно с Ашкымом... Это даже когда мне плохо. Было три раза по чайной ложке и чая вместе. Я выходила с этого состояния. Представляете, как классно. А как мы стали пользоваться прополисом... Я вам сейчас покажу, какой прополис мы пользуемся. Вот смотрите, мои хорошие. Вот это прополис мы пользуемся. Ну, нужны тыквенные семечки. Мед, тыквенные семечки и прополис. Но у меня не было сейчас магазин, где мы покупали очищенные тыквенные семечки. Не тыквенные, а подсолнечные семечки нужны. Подсолнечные семечки, мед и прополис. И мы когда покупали, этот магазин закрыли во время карантина. Нигде больше не нашли в Мерсине. И я сделала грецкие орехи. Тоже хорошие. Столько дел сегодня. Ну, в общем, посмотрю я сейчас на концентрацию, на густоту в процессе. Я уже забыла, сколько как. И вам покажу готовый результат. Вот такое получилось. Я не знаю, как оно называется. Может, его назовем сюзме. Сейчас попробую на вкус. И вот в остальное спрячу в холодильник. Может, на завтра. Может, сегодня вечером покушу. Посмотрим, как у меня будет желание. Ну, вот сейчас я попробую. Так, сейчас буду пробовать вместе с вами. Очень вкусно. Конечно, будут вкусные бананы, яблоки. И все, что необходимо здесь. И оно так хорошо, то, что жидкое. Можно пить, не мучаться там. Я раньше это все жевала, жевала. Сейчас подумала, когда есть блендер. Почему бы не взбить и не пить так. Летом я только на этом живу. Поэтому я стройная летом. Вкусно. Девочки, мальчики, готовьте. Сейчас переходим к другим делам моим, которые у меня не заканчиваются. А здесь я замариновала сейчас, посмотрите. Видите? Замариновала бедрышки. И первый раз экспериментирую вместе с вами апельсиновую цедру. Говорят, что вкусно. Посмотрим, попробуем. Также я добавила здесь красный перец, черный, томатную пасту из перца сладкую, растительное масло, оливковое масло, соль. И вот такой вот, я вот говорила, есть трава специальная, кикек. Сейчас я вам покажу. Вот кикек. Видите? Какая? Она именно добавляет в ее мясо в Турции. На меня сегодня нашла какая-то муза. Что-то хочется готовить. На улице весна. Смотрите, такая погода вообще. Лето почти наступило. Все готовлю, готовлю. Вы видите, что творится у меня на кухне. Ну, сейчас все поставлю. Потом приведу все в порядок. Так, мои хорошие. Вот как я вам сказала. Курица здесь. В соусе. И вот решила вот так вот сделать. Но это я не на один день, на несколько дней для себя, чтобы не возиться. Я это кабачок. Сегодня посмотрите, что сделала. Соль, перец. Добавила кунжутные семечки. И чуть-чуть я спрыснула оливковым маслом. Красный перец, кукурузная мука. Чуть-чуть всего. В общем, что-то у меня сегодня нашло на меня. И все это отправлю сейчас в духовку. Мои овощи уже готовы. Я попробовала. Посмотрите на хлеб. Как вкусно вышло. Вы представляете? С этим кунжутными семечками. В кукурузной муке чуть-чуть обваляла. Ну, а это сделаю там. Как с салатом. Вы представляете, какая вкуснятина. И эту курочку, бедрышки, пожарю здесь на мангале. Друзья мои, положила вот так вот курочку. Смотрите. Буду делать мангал. И противень под низ, потом налью туда воду. И вот такой салатик я нарезала. Помидорчик, баклажан, чесночок, соль. Там черный и красный перец. И вот отдельно мои вкусняшки. Посмотрите. Баклажаны. Мои вкусняшки и кабачки. И вот все это так выложила на тарелочку. Хорошая мысля приходит опосля. Подумала, что Ашкива очень много у нас салатов. Я сейчас покажу, сколько их. И что он захочет что-то реально вкусненькое. Вот. И я решила на этот нижний противень, откуда стекает весь жир, добавить картошечку. И сосиски. Думаю, посмотрю, как они здесь жарятся. Все-таки духовка моя. Это новая, как вы знаете из моих видео. Ой, посмотрите, какая красота-то. Очень красиво. Вы видите? Ух, 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 ух. Ой, я даже не видела, где это у нас спираль. Вы представляете? Сейчас вместе с вами увидела. Я покажу вам салаты сейчас. Смотрите. Такой сделала, такой. Добавила масло растето, оливковое. Еще что я приготовила сегодня. Ой, готовлю целый день. Вот приготовила испанак. Ну, знаете, что я... Это как полузаготовка у меня, я говорила вам. И для буреков, и для супов. И вот такой вот суп я приготовила. Вот видите? Смотрите. Такая картошечка. Ашкин такое любит. Я яичко в конце бросила. В общем, вожусь весь вечер на кухне. Приятного аппетита вам!